Приветствую вас, смотрите, значит, давайте мы с вами начнём не с анализа вашего вопроса, как такового вообще, а давайте мы попробуем начать с вами с того, чтобы в хронологическом порядке проанализировать то, что с вами происходит. Смотрите, смотрите, вы писали, что в 23 года вы приглашили 35-летнему мужчине, значит, на вас жениться. И говорите, что надо было. Надо было кому? Надо было почему? Что вы чувствовали в этот момент? Это первое. Второе. Если вы говорите, что мужчина старше вас на 12 лет, значит, чем-то ваш выбор обусловлен. И, на мой взгляд, нужно выяснять, чем именно обусловлен ваш выбор. То есть, грубо говоря, почему вы выбрали себе мужчину старше вас на 12 лет. Это, в общем и целом, может говорить о том, что у вас были проблемы в взаимоотношениях с отцом, либо вы очень часто подавляли свои желания, на что так или иначе в той или иной степени косвенно указывает тот факт, что вы говорите, надо было выйти замуж и так далее. Но примечательно, что у вас нет детей до сих пор. Вот. То есть, здесь, соответственно, подавление своих желаний. Ну, равно как и чувство вины, которое он у вас вызывает, это, по большому счёту, тоже. Вследствие того, что вы подавляете свои желания. Вот. То есть, обусловлено с выбором мужчины. И, соответственно, ваша эмоциональная окраска того, почему вы именно его выбрали себе в музея, а не, соответственно, ну, кого-то более приближённого к вам по возрасту. Кроме того, как вы говорите, у него ничего не было, да, и, ну, собственно, вы его таким приняли. А сейчас вы, как будто бы, обвиняете его за то, что он такой. Ну, ведь парадокс в том, что он, он таким и был, он менялся. Ну, если изменились вы, то почему вы считаете, что человек должен меняться? Ну, то есть, если изменились вы, то это ваш выбор. А человек, он меняться должен с какой стать? Понимаете, да? Какая, какая тонкость здесь. Дальше. Значит, смотрите дальше. Важно увидеть, что удерживает вас от развода и в чём именно вы сомневаетесь. Потому что, ну, вот так, вот так, кажется, что вы сомневаетесь, потому что боитесь одиночества. С другой стороны, может быть, из-за чувства вины. Если страх одиночества, то это, соответственно, нелюбовь к себе. Ну, то есть, эээ, я не достойный, я хуже всех и так далее, и так далее, и так далее. Ну, вот. Опять же, момент такой, да, насколько это обусловлено и насколько это вообще соответствует действительности. Вот. Далее. По поводу жалости к нему, к нему. Вообще, жалость к мужчине и к людям очень интересно имеют особенности, на мой взгляд. То есть, смотрите. Вы жалеете мужчину. Жалеете именно его. И при этом получается так, что вы для него словно родитель. Вы, ну, получается так. Получается так, что вы для него как будто бы родитель. Понимаете? Понимаете? И мужчина, соответственно, может быть именно поэтому ничего и не делает. Потому что, зачем, если у него есть вы, которая делает все, и которая его, как мужчину, вероятно, подавляет. Ну, опять же, я говорю, вероятно. Потому что, если человек такой был изначально, то вы его приняли, пока это было нужно вам. Сейчас это вам не нужно, и вы его не принимаете. Вот. То есть, смотрите, какая получается история. Вы общительная, но очень привязаны к людям. У вас имеется чувство вины, которое, по сути, обозначает взятие на себя чрезмерной ответственности за других. То есть, отсутствие личных границ. Ну, у вас. То есть, именно вы личные границы не простроили. Ну, потому что вам жалко мужчину. Вот. Соответственно, через жалость идёт здесь определённое сценарное поведение. Какое? Да? Вот. Ну, может быть, это попредельность, как раз таки, не испытывать вину. Может быть. Ну, вот, как это видится мне сейчас. То есть, если вы человека жалеете, вы вину не испытываете. Если вы человека не жалеете, вы испытываете вину. Опять же, важно понимать, да, что, если вы его жалеете, если вы, если вы его не жалеете, если вы испытываете вину, то подобная цепочка состояния и цепочка чувств, она идёт из детства. То есть, вас, видимо, заставляли идти на поводу другие люди у своих желаний. Что вы, опять же, сейчас и делаете. А вот в себе, в своём счастье, вы не уверены. Ну, так, по крайней мере, это выглядит. Так, по крайней мере, это представляется мне. И, соответственно, из-за этого вы не можете быть счастливы. Вот. То есть, ситуация, она заключается именно в этом, что не даёт вам развести с мужем, чем обусловлено то, что вы его жалеете, личные границы и истинность представлений о себе. Вот. Ну, грубо говоря, грубо говоря, да, попробуйте визуализировать, вот просто визуализировать, что случится, если вы с мужем разойдётесь. Что произойдёт? Ведь, наверное, ну, наверное, что-то случится. То есть, вы ждёте каких-то последствий, наверное, которые для вас либо приемлемы, либо неприемлемы. Вот. Визуализируйте. 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 Что произойдёт? Что произойдёт? А если, собственно говоря, выразведёт, что будет страшного именно с вами? Вот. Почему вы засомневались, что мужчина прав, например, когда он сказал, что вы одна жить не сможете? Вот. Это ведь тоже чем-то обусловлено. У этого же ведь тоже есть какие-то свои, ну, основания, да? Постарайтесь об этом подумать, постарайтесь. Это очень важно. Вот. В направлении этих мыслей вы и, соответственно, увидите ответ на свой вопрос. Вы можете увидеть ответ на свой вопрос и в том, откуда идёт жалость. То есть, понимаете ли вы, что жалость к мужчине это не любовь. Но тогда чем обусловлено то, что вы были с ним все 15 лет? Понимаете? Вот это вот надо плюс вина, это своего рода директива родительская. Родительская или, ну, кого-то или кого-то другого, которая направляет вас. Её нужно увидеть и в ключевой момент, в ключевой ситуации нужно поступить по-другому. Вот. И всё. На этом, на этом, я думаю, можно закончить мой ответ. Надеюсь, что он полезен вам был. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен, если вы сделаете его лучше. Если у вас остались вопросы, пишите мне в личку, я буду рад вам помочь. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Пау-пау. Все закончено. Продолжение следует...